Начинаем нашу семнадцатую часть из нашего восьмого вебинара «Курсовым процессом». Ура! Получил письмо от Александра. Юлия привет от Сергея Танцева. Вчера мы с ним переписывались, мне дали маленькую работку по Самаре. А я что-то не очень не хочу делать маленькую работку, далеко. А сейчас, коллеги, как сейчас? О, все нормально, да? Что-то моргнуло, но все нормально. Плюсик. Спасибо, Григорий, спасибо, Евгений, спасибо, Юлия. Плюсик. Вот. Ну и он сказал, что вы, Юля, ходите на вебинар и что там что-то вроде ничего, нормально. Кстати, позавчера мне дали отзыв. Редко дают отзывы, особенно положительные. Точнее, не так. Если дают, то дают положительные. Но, в общем-то, редко. Были отрицательные отзывы. Вот. И положительный отзыв дали позавчера две девушки, которые в РГГМУ, вот на прошлой неделе, в РГГМУ у меня были, не у меня, а были курсы в Российском государственном гидроматериаловском университете. И там всегда, когда эти курсы есть, то последние, вот уже, наверное, лет пять, я там читаю условия протеза. И вот был отзыв такой ВКонтакте. Ну ладно. Спасибо за вот это. Так. Ну все. Наверное, если все собрались, то тогда я могу дать ссылки. Не знаю, интересно ли они вам. Ссылки у меня на сегодняшнюю презентацию. Она немножко отличается. Первая ссылка это на сегодняшнюю презентацию. Немножко отличается от той, которую я давал раньше. Потому что мы эту тему тянем, тянем, тянем. Я эти типы руслопроцессов, описанные в рейтинг-документах все обещаю и все не делаю. Потому что у нас все было, все что-то интересненькое, на что отвлечься. Вот. По идее, это та же презентация, которая была, по-моему, часть 12. Я просто переправил на часть 17. Вот. Но добавил туда. Добавил там первый кусочек, ну, типа микроотвлечения. И я посмотрел, что с одной стороны я хотел это рассказать как отдельную такую вещь, а потом посмотрел, так это вообще прям супер ложится в нашу идеологию. Поэтому сначала это все-таки отвлечение. Отвлечение о том, что такое наука. А потом уже приступаем к типам. И сегодня мы что-то продвинемся, коллеги, хорошо. И вторая ссылка это вчерашняя, или там позавчерашняя, предыдущая запись видео, все, что было в прошлый раз. Презентацию прошлую не даю, потому что это мы рассматривали участок Александра. Ну, это его презентация. Ура! Если не качается, если неправильную ссылку дал, если не открывается, то пишите. Ну, а если открывается, то все нормально, да? Поехали! Тема сегодня типа условных процессов. Слышно, видно, мы прошли, все. Тема типа условных процессов. И у нас... Что такое? А, что такое типа условных процессов? Потому что как-то непонятно немножко, типа, типа каких-то. Слышим и пишем всегда тип условных процессов. А в голове переворачиваем, подразумеваем всегда быстренько, что это схема деформации. Схема изменения. И очень важно отличать от формы руслов. То есть тип условных процессов это не форма. Это не застывшая. Это не фотография. Это не форма. То есть это не... Не то, что сейчас. А то, что было, сейчас и будет. Это вот фильм, это динамика, это спектакль. Хороший анекдот. Да, так вот, чтобы связать этот анекдот с типами условных процессов, значит, мы с вами поговорим. Я, кстати, сам иногда, когда говорю тип условных процессов, в скобочках, понимаем схему деформации. Схема деформации чего? Речного русла. То есть тип условных процессов это схема деформации, схема изменения речного русла. И эта схема не просто так. Очень хорошо, если она квази-циклическая. И, в общем-то, по умолчанию, любой тип условных процессов это квази-циклическая схема деформации. То есть повторяющаяся. То есть, во-первых, она понятная должна быть, эта схема. Во-вторых, она должна быть повторяющейся. Потому что это нам дает возможность ее опознать. Это дает возможность нам потом с ней работать. Потом на основе нее прогнозировать, что с рекой будет. Но у нас есть разные схемы деформации. Среди них есть, которые сложно опознать, но мы этому научимся. И позавчера как раз я этот пример рассказывал. Что я на конференции, была девочка, которая по математическому модели использует. И по форме речного русла просто говорит, вот я карту беру, вот я космический снимок, без русловой формы, без начинки, без промеров глубин. И обратным ходом по этой форме получаю речное рельеф. Вот. И я привел тогда несколько примеров. И вам их себе повторил, что это может быть вообще форма одна и та же. А начинка разная. И соответственно схема деформации и изменения этих руслов разная. То есть получается, что форму нам легко с вами определить. Форму легко определить, потому что что вижу, то и есть. Мы говорим форма и извилистая. И кстати, вот МГУшники, есть вот последователи много МГУшников, которые больше занимаются не схемой деформации, не изменением русла, а формой. И отсюда появляются новые классификации. Не классификация схем изменения русла, а классификации форм русла. И отсюда появляются такие классификации, как развитая излучина, неразвитая излучина, синусоидальная излучина, сундукообразная излучина. Получается, это уже форма. А что это форма, вот те, которые я перечислил? Это последовательные формы в нашем фильме. То есть они классифицируют отдельные кадры фильма. А мы с вами будем так не делать. Точнее, будем так делать. Мы смотрели, будем на отдельные кадры. Но видеть под ними, за ними, будем целые фильмы. Вот, поэтому типы руслопроцессов, они иногда сложно, понятные. Но все-таки мы с вами все равно разберемся даже сложно, понятные. Так, теперь анекдот. Двигаем науку в бок. Вот, вот, очень хороший анекдот, потому что он, на мой взгляд, очень характеризует вот разные конференции. Ну и, соответственно, конференции это как отражение, ведь на конференцию привозят. Привозят что? Привозят самый лучший свой результат. То, чем хотят поделиться. Ну, на мой взгляд. А может быть, я не знаю. Может быть, есть такие ученые, которые приходят в худший свой результат, потому что лучшему они делиться не хотят. поэтому они привозят худший ребят, может быть. Это все интересно, конечно. Тоже, кстати, классификация. Классификация тех, кто приезжает на конференцию, классификация то, что они привозят. Классификация, можно делать много разных классификаций. Но мы все-таки будем считать, что непосредственно познакомиться с каждым ученым нам сложно. Что он реально делает на своем рабочем месте, или в поле, или в экспериментах, или где-то. Что он думает, нам все это сложно. Поэтому мы с ними общаемся на конференции. И на конференции мы видим сразу много и можем сравнить. Так вот, на мой взгляд, конференции это примерно как двигную науку в бок. Ну, точнее, как там есть все. На конференции есть все. И позавчера, как раз я вам рассказывал о Виноградской конференции, я сказал, что там был блестящий доклад Дмитрия Игоревича Ирсаева, пионерный совершенно. Ну, естественно, его никто не понял. Потому что он пионерный. Потому что он впереди. Он далеко. Вот. И поэтому, коллеги, поэтому, вот, появляется вот. Есть то, что условно, условно, пока, вот это, пока я подход ищу. То есть это вот, я не говорю, что так. Я говорю, что это вот для того, чтобы прийти к тому, как, вот, посмотрим, как реально сейчас у нас происходит с наукой. Вот у нас условно говорят, есть наука. Есть лженаука. Наука что? А наука это вот все правильное. Это вот ран. Это вот все признанное. Это вот всякие регалии. Это вот уважение, почет, премии, гранты. В общем, это наука. А лженаука что? А это вот все не то. Это вот все неправильное. Это вот все. Вот это вообще фоно. Да. Вот это вот значит наука. То есть это я не говорю, что я так думаю. Это вот как подход к типичному такому, на мой взгляд, неправильному представлению, что вот есть наука, есть лженаука. Потому что, в принципе, вот надо с коллеги сваливать отсюда. Вам. Почему? Потому что, в общем-то, я занимаюсь четкой лженаукой. Почему? Потому что я не отношусь вообще к ученым. Я ни в таком рамп не состою. Я не работаю в государственном институте. То есть я работаю в частной шарашке уже 15 лет. Вот. Я. Ну, все, что вот я сказал, все ко мне не относится. Я ни разу в жизни не получал никакой грант. Я три раза, еще будучи ученым, в те времена, в прошлом веке, писал заявки в РКФИ. И три раза мне их отлупали. Вот. Типа-типа не то. Вот. Я очень рад. Теперь я страшно рад, что мне тогда не дали этот грант. Потому что то, что я писал, вот, это было бы, ну, тяжело выполнить. Хотя потом, постепенно, через 15 лет я все это, конечно, выполнил. Вот. Ну, хорошо, что я тогда себе это как план написал, вот, работа на ближайшие 15 лет. Вот. Что еще? Ну, всего остального тоже у меня нет. Поэтому, если по этому критерию, то я и занимаюсь лженаукой. Я не преподаю, как видите, в УЗИ. Я не профессор, не доцент, не кандидат. И вообще никто. Я просто сказал, что все желающие, кто хочет, можете прийти на вебинары. И послушать, как что-то. Вот. То есть, если по этому критерию, то на конференции была наука, вот, а мы с вами занимаемся лженаукой. Вот. Если по такому критерию делить. Вот. Сейчас, с одной стороны, очень интересно то, что, ну, не для меня, интересно то, что я говорю по сути, а с другой стороны, это шажочек вообще к пониманию словопроцесса. Вот это вот классификация вообще чего-то. То есть, что мы сейчас делаем? Мы сейчас что-то классифицируем. Ну, сейчас, то есть, что вообще это такое? Это вот какое-то занятие, да? Это вот включает в себя вот что-то, и мы это что-то разделили с вами на правильное и неправильное. Вот. Теперь, если напрямую прямо сделать аналогию с русловыми процессами, то точно так были разделены типы реки, или тип руслопроцессов, или схемы деформации. Примерно в 1935 году наш основатель науки гидрологии российской, великанов Михаил Андреевич, он вот точно так разделил все реки. Он сказал, что есть правильные реки. И это меандрирование. Почему они правильные? Потому что это свойство. То есть, объяснение заключается в том, что нет объяснения. Что вообще, если река, то она должна меандрировать. И есть все остальное. И вот все остальное, это вот неправильно. Дальше. Сейчас я, кстати, подумав на эту тему, я подумал, вообще, что такое лженаука. Я сильно раньше этим не занимался, значит, определением. И я выяснил, что оказывается, это еще и там вообще каша. Оказывается, что не просто лженаука. А там еще есть, оказывается, много разных лжена... Ну, как... То есть, саму лженауку, оказывается, можно еще и подразделить. И я сильно не разобрался, в чем они там различаются между собой. Вот. Квазинаука, псевдонаука, паранаука. Вот. И типа даже в одном месте нашел, что это типа по степени вот дурости. Что вот паранаука, паранаука, это типа вот вообще полный ужас. Это вот то, что, ну, просто, там, чего не может быть никогда. Это паранормальное явление. Вот. А квазинаука, это типа вот еще наука, но такая вот, еще близко к науке. И вот. В общем, то есть, получается, что есть у нас правильная наука, коллеги, слева. Есть много разных неправильных наук. Вот. И если сделать аналогию с нашими типами русских процессов, это примерно на состояние 1945 года, когда Россинский и Кузьмин разделили все реки на естественную академию наук. Да. Спасибо, Александр. Как, что они сделали? Они сказали, нет, конечно, Великанов молодец, но это слишком уж упрощенно говорить, что у нас есть только меандрирование. И все остальное, и это все остальное, это какое-то неправильное. Они выделили прямые, извилистые и, хотелось бы сказать, разветвленные. Потому что, смотрите, вот если мы возьмем с вами карандаш и будем этим карандашом вот сделать какое-то небольшое, такое вот что-то, коротенькое такое нарисовать. Не рисунок, а просто вот коротенькое что-то. Мы с вами нарисуем что-то относительно прямое, да. Ну, можно черточку нарисовать. Можно нарисовать что-то такое извилистое. Там, слабое, сильно извилистое, ладно, но вообще извилистое. А потом, если мы еще черканем, там еще, да, если сделаем несколько русел, то у нас получатся разветвленные какие-то черточки. Если мы будем продолжать, то у нас здесь рисунок будет состоять из большого количества прямых линий, извилистых и каких-то вот разветвленных. Все. И очень хорошо, если бы в 45-м году Россинский и Кузьмин как раз этот шаг сделали. Они сделали немножко не так. Они сделали прямые, извилистые и периодически расширяющиеся. Ну, потом довольно быстро все это, значит, ушло. И очень... И появился уже многократно. Кстати, тогда пошел бум. То есть тогда, когда появилась вообще необходимость вообще что-то как-то с реками разбираться, то тогда везде, и в Китае, и в Америке, и там в Европе нет, потому что в Европе больших рек нет. Вот в России появилось классическое такое деление всех рек на прямые, извилистые и разветвленные. А потом уже началась дальнейшая их детализация. И в какой-то мере вот у нас две основные школы, МГУ и ГГИ, они вот каким-то образом дальше классифицировали. То есть выделяли разные прямые реки, разные извилистые и разные разветвленные. И так же и в МГУ, как Никовеев, как Роман Сергеевич Чалов, у него даже несколько типизаций, как нет больших рек. У них нет этой проблемы. У них все, что есть, это есть Дунай. У них не было проблемы. То есть как? У них когда появилась в Европе проблема с большими реками, они ее быстро решили. У них все, вот средние реки там всякие, Лауры, Роны, Гароны, они все заканализованы. То есть они, у них сил промышленной, вот, хватило больше, чем чтобы их заковать все в реки. В смысле спрямленные. Да, есть спрямленные. Мало того, например, Миссисипи, которая в прошлом веке, точнее даже в позапрошлом, была вот такая очень типичной рекой, которая очень сильно изменялась. Неандрирующая и очень быстро изменяется. Так вот, посмотрите, появилось и по космическим снимкам Миссисипи в Америке. Так даже Миссисипи заковали. То есть она сейчас извилистая, но вся закованная. Вот. А что уж говорить о Европе. То есть в Европе победили все реки, которые нужно было. Все, что осталось непобежденное, это нижняя часть Дуная. Но это Румыния, Болгария, поэтому там как бы, вот. И кстати, 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 если уж мы вдруг вспомнили про это, я даже никогда об этом не думал, но сейчас вот оказалось, мы пришли к такому интересному выводу, объяснению. У нас, когда я работал в БДИ еще в прошлом веке, вот 1990 год, и раньше еще, когда я не работал там, у нас в отделу шлоп-процессов, основоположник гидроэкономологической теории, основоположник типизации, который сейчас перейдем, вот, с ними сотрудничали только болгары. Вот. Никакие другие, никакие испанцы, никакие французы. Вот французы немножко дали, французы немножко до сих пор изучают свои реки. Все-таки у них что-то есть. Но в целом, если вот в мировом разрезе, то русловой науки в Европе нет. Сейчас часто в новостях говорят о наводнении. И в Европе, и в Америке. Так, хорошо, конечно. Все правильно. Это разные вещи. Одно дело наводнение, другое дело русловые процессы. И в Европе наводнение большей частью инициировано самим человеком. То есть, человек что делает? Человек говорит, о, я силен, я вот спрямлю, я закую в оковы, в эти, в набережные. И он справляется с рекой, с той, которую он видит. А потом происходят высокие воды. Эти высокие воды, вот в это спрямленное русло, вот в это закованное русло, урбанизировано там застроенные поймы, не пролежает. Вот и все. Поэтому после борьбы с русловыми процессами на реках Европы, европейцы обречены на борьбу с наводнениями. То есть, они боролись с одним, а напоролись на другой. Они сами это инициировали. И примерно то же самое сейчас происходит в Китае. То есть, в Китае, если бы, если бы в Китае что? В Китае все низовья больших этих рек, Куанхэ и Янзы, они обвалованы. И вот эта обваловка приводит к сужению русла. И когда низкие расходы воды, то обваловка очень эффективна. А когда высокие, то там происходят такие катастрофы, что просто ужас. Там река просто течет в другую сторону. Чем меньше человек воздействует на реку, тем она... Если на реку не воздействовать, то она свои естественные информации будет проявлять. А если на нее воздействует, то она начинает проявлять неестественные свои вот эти... Вот. Поэтому наводнение, это все правильно. Боролись, боролись, боролись с руслами процесса, заковали реку и привели к наводнению. Ну, не знаю, понятие на это есть или нет. Вот. Так, теперь попробуем мы понять. У нас слева, справа у нас теперь есть наука. Давайте, понятно. Вот. Теперь будем думать. Так. Теперь вот попробуем, значит, насадить. Насадить на какую-то ось. И вот насадка на такие оси, это шаг к генезису. Шаг к пониманию почему, к сути. Да сейчас мы просто тупо разделили на око. Севду на око. И я вам уже навалил, да, кучу. И вообще-то, вообще-то я вам кучу этих осей уже навалил. Там, правильно-неправильно, признанное-непризнанное, известное-неизвестное, там, ран-неран. Какие-то шарашки, которые ведут вебинары, да. То есть деление. Но, может быть, в Америке всегда наводнения были. Вот. Написал Александр. Ну, вообще-то наша наука, гидрология, это самая главная наука в мире. Как говорит любой человек, который занимается чем-то. Потому что, ну, кроме политики, значит, у нас каждый день в телевизоре политика, да. Но кроме политики у нас очень часто все время наводнения. И они были, это как, как это, кризис продолжался, и настал кризис, там, гидрологический кризис, да, в Америке. И он продолжался уже последние, там, две тысячи лет. То есть у нас наводнения везде. Даже в Австралии. Даже в Антарктиде. Вот. А уж говорить там про Африку, про Азию, Европу и Америку, нечего. Везде у нас наводнения. Вот. Вот попробуем, с одной стороны, разобраться по сути, вот, что такое наука и что такое ненаука. И вообще, правильное, самое правильное деление, и совсем, да. Если у нас наука, то тогда ненаука. А потом уже, так вот, если, потому что если мы говорим, видите, вообще, если у нас несколько разных вот этих псевдонаук, уже наук, получается, что у нас, у них отличие от настоящей науки должно быть разное. Вот. Ну и вот, можно сказать, что это верно и неверно. То есть, если мы говорим, что, если это верно, то это наука. Если это наука, значит, там все верно. Или неверно. Вот, если это неверно, значит, это лженаука. То есть, такое тупое, простое, банальное, такое деление, которое, наверное, и сидит в головах большинства самих же ученых, да. Сами ученые говорят, у нас все верно. А вот у вас, там, лженаука, у вас все неверно. Ну, что, ну, типично, да. Это, наверное, на этом и основано, на этой идеологии верно и неверно. И основана борьба с лженаукой против неверного. Так, а может быть, это признанное, да. То есть, у нас может быть признанное и непризнанное. И получается, что это вот другое объяснение, другая какая-то причина. У нас есть, например, у нас есть... Ну, вот, была генетика, да. И вот генетика была когда-то в статусе лженауки. Там, период Лысенко, значит, Лысенко. То, что делала Лысенко, было правильно, да. Оно считалось наукой. А вот генетика была непризнанной, она считалась лженаукой. Все нормально. А потом наоборот. Потом они поменялись местами. Потом генетика стала наукой. Почему? Потому что она стала признанной. Смотрите. Генетика, она... Мы не знаем, верная она или неверная. Предположим, она верная. Но вот она, будучи верной, она успела побывать как в статусе науки, так и в статусе лженауки. Потому что она когда-то была признанной, тогда непризнанной. И отсюда можно сделать вывод. Что в таком подходе у нас получается деление на науку и лженауку, это по степени признанности. Вот если признанная генетика, значит, она наука. А пока она не признанная, она уже науку. И эти деления на верные и неверные, и признанные, и непризнанные, я подрабатываю как раз еще в архиве РАН. Как раз сейчас оцифровую русскую генетику, пишет Александр. Во, отлично. Что мы сейчас видим с вами? Это, с одной стороны, интересно по сути, а с другой стороны, сейчас мы перейдем к руслан-процессам, и там увидим то же самое. Получается, что у нас есть деление яблок на... Красные, желтые, зеленые. Большие, средненькие, маленькие. И получается, что это деление, оно разное. У нас есть одна ось, размер яблока, другая ось, цвет яблока, и смешивать их не получается. Получается, что это разные причины, верные и неверные, признанные и непризнанные. А раз они разные, значит, их можно совместить. Соответственно, мы переходим от одномерного такого представления, в котором путаемся все время, путаемся, да, потому что если там комиссия борьбы с лженаукой, РАН, она считает, что она борется с неверным. А на самом деле она сама не знает, с чем она борется. Не то с неверным, не то с непризнанным. И получается, что у нас есть одна ось, это верная и неверная. И сейчас перейдем к руслан-процессам, это будет у нас ось одна, транспортирующая способность носительная. И есть другая ось, вот чему была посвящена моя кандидатская диссертация. Что я взял причину образования разных русел, которые пропагандируются в ГГИ, ее несколько усовершенствовал, потому что она была не совсем правильная. И что я сделал? Я вот сюда отложил ГГИ, Государственный гидрологический институт. Потом взял МГУ, взял их критерии, чуть-чуть его усовершенствовал, потому что он почти был правильный. И сюда я отложил МГУ. То есть те причины, которыми занималась одна основная русловая школа, я отложил в одну сторону. Те причины, которыми занималась другая основная русловая школа в России, я отложил в другую сторону. И получил двухкритериальную. То есть сами критерии, во-первых, я выделил. Ну не знаю, думаю, Петрика остановили, это уже отлично, это уже науку. Вот, если да. Сейчас попробуем попытаться разложить вообще Петрика, вообще кто где у нас сидит. Кстати, кстати, вот эту картинку я сделал сегодня утром и подумал, что получается, что вот этот мой подход, он тоже где-то сидит. Его тоже можно разложить по разным осям, в том числе и по этим. Тоже можно сказать, что моя классификация верная или неверная. Тоже можно сказать, что она признана или не признана. Естественно, она не признана, потому что я ее придумал три дня назад. То есть может быть подобная и, конечно, есть. Петрик не про науку, а про деньги скорее. Да. Вот. То есть тоже можно посадить куда-то. И постепенно, я вам уже продемонстрировал там, например, по генетике, и отношение, и верность какой-то науке, оно изменяется. Оно может ползти из непризнанного в признанное, из признанного в непризнанное, из неверного в верное, из верного в неверное. Правильно? Потому что наука, это в детстве нам кажется, что наука права, наука правильная, и наука двигается вперед. А в реальности, общаясь на конференциях, с чего я начал сегодня, мы выясняем, что оказывается, мы видим, что наука вовсе не всегда двигается вперед. Вот. Значит, происходит какая-то трансформация. Итак, факторное двухэкспектное представление. Я сделал типичный процесс. Мало того, в моем представлении пропали те минусы, которые были просто зияющими такими проблемами. Такими в каждой отдельной школе, с которыми они мучились. Оказывается, в таком двухэкспектном представлении эти проблемы пропали. Потому что там все стало логично. Появились дырки как у Менделеева. Уже все стало более-менее понятно. Так. И такое представление оказывается хорошее. Почему? Потому что получается, что мы можем логично классифицировать. Вот, например, у нас есть какие-то там дьяволы, какие-то нейтральные и какие-то хорошие. Ну, как пример такой многоаспектной классификации. Получается, тогда у нас название каждого явления будет в двухэкспектной классификации. Будет такой вот двух характеристической. Характериетические, да? И теперь давайте, кстати, попробуем сказать, что у нас там. Как мы науке эти классифицируем. Получается, что здесь у нас есть признанные. То есть здесь у нас что будет? Здесь у нас непризнанные. И здесь у нас признанные. Классическое деление науки Это наоборот, верно и неверно То есть, наука говорит Мы занимаемся верно А вот вы, значит Вот вы все нехорошие редиски Вы занимаетесь неверно И вот мы с вами боремся То есть, наука считает, что Точнее, даже не здесь Вот здесь она сидит, да Вот здесь сидит наука А вот это все остальное, вот все, она считает неправильным И вот в таком вот выделении Как я сейчас показал, да Что у нас есть правый угол И есть левая часть У нас получается, что Есть еще вот это Есть еще непризнанная передовая наука Ну или сначала надо их назвать То есть, получается, что у нас вот это вот Признанное тупое Это у нас Признанное Умное Это у нас Непризнанное тупое А это у нас Непризнанное умное То есть, у нас получается Помните, на предыдущем слайде Он показал, что Вот в таком вот Много Критериальном представлении У нас появляется многоаспектное Номинование Здесь у нас два сейчас Критерия Соответственно, у нас должно быть два Название Поэтому я их проговорил Да, вот многоаспектно А теперь мы подумаем по сути Что же это такое Вот Что это такое Вот что такое вот это вот То есть, оно признанное, да То есть, это детишки приехали По Грантам Они получили грант Они на нем работают Поэтому грант Они работают в РАН Они приехали на конференцию Они рассказывают Красивую презентацию Умеют делать Они научились даже говорить Вот И счастье Счастье Если они сидят где-то в нуле Вот здесь, да Если они сидят вот в такой Ну, нормальная наука В нуле, да Это на самом деле, конечно Это не нормальная наука Это, конечно, уже шаг назад Это называется Толочство в воду в ступе Например Например